Накануне празднования Дня физкультурника в администрации муниципалитета собрались люди, чья жизнь связана с развитием физкультуры и спорта. Мероприятие, посвященное презентации спортивной летописи Славянского района, никого не оставило равнодушным. Подробности в нашем следующем репортаже. Стало уже общим местом утверждение, что Славянский район – это территория спорта, где постоянно улучшается материально-техническая база, где под руководством опытных тренеров славянцы занимаются любимыми видами спорта, увлекаются физической культурой. И все они добиваются как на уровне края, так и всей России впечатляющих результатов. Все это соответствует истине. И книга заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической культуры России, профессора Александра Максимовича Банникова «Спортивная летопись Славянского района», подготовленная при поддержке спортивной общественности по инициативе главы муниципалитета Романа Синеговского, как нельзя лучше рассказывает об истории организации и развития спортивно-массовой оздоровительной работы в районе. Книга о ветеранах спорта, книга о действующих спортсменах, книга о тех, кто сегодня помогает, поддерживает спорт. И мне приятно, что сегодня в зале присутствуют и руководители предприятий, и, наверное, руководители администрации прошлых лет, и спортсмены, которые сегодня нас представляют, и тренеры, то есть вся спортивная общественность Кубани. Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в создании этой книги. Мы за 9 лет совместной работы уже эту третью книгу издали. И, наверное, правильно оставлять после себя след, запечатлять, наверное, подвиги жизни Славянского района, историю Славянского района. Автор книги Александр Банников подчеркнул, что он с большим удовольствием взялся за ее создание. Эти неравнодушия и понимания глубины и важности темы позволили ему полностью раскрыть ее и заинтересовать читателей. Я очень многих людей знал, со многими дружил, со многими даже выступал в соревнованиях, и мне было легко взяться за эту тему. Конечно, мне огромную помощь оказал весь коллектив спортивных работников, я в конце скажу, выражу благодарность. Но когда после первых наметок и первых подсчетов выяснилась такая грандиозная картина, что Славянский район может спокойно соревноваться с крупными территориями субъекта Российской Федерации. Для того, чтобы двигаться вперед и уверенно смотреть в будущее, нужно хорошо знать свое прошлое. И такие книги, как эта, дают такую ценную возможность. Благодаря таким книгам, благодаря таким авторам молодое поколение, оно сможет хотя бы понять, узнать, ознакомиться с тем, как люди жили ранее. Поэтому искренне от всей души вас поздравляю с тем, что на вашей земле живут небезразличные люди, небезразличные к спорту. Славянский район действительно лидер нашей отрасли в Краснодарском крае, да и, возможно, во всей стране. Александр Москаленко, первый олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, обладатель наибольшего количества золотых медалей в истории этого вида спорта, отметил большую работу, которая проводится в муниципалитете по улучшению спортивной базы, что позволяет развивать самые различные виды спорта. В позже случаях, конечно, хотел бы вам сказать всем огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете. Вы делаете гораздо больше, чем, как у нас принято говорить, головячки секунды, там, медали. Ведь за каждой этой медалью это человеческие судьбы, это здоровье нации, это здоровье поколения, это те люди, которые охраняют и защищают нашу страну. И это базисная основа, которая необходима для каждого государства. Наш земляк, чья история восхождения на спортивный олимп, также нашла отражение в книге, заслуженный мастер спорта России Сергей Водопьянов поблагодарил всех, связанных со спортивной отраслью в Славянском районе, за большой напряженный труд. За этим всем стоит большая спортивная семья. Это не только спортсмены, это меценаты, это ветераны, это тренеры, это руководители, это главы районов, и нынешние, и прошлые. Они все остаются у истоков развития спортивной нашей инфраструктуры, спортивных результатов. Я хотел бы выразить огромную благодарность этим людям. Александр Прищепа, председатель редакционной коллегии спортивной летописи Славянского района, высоко оценил изданную книгу, в которой собранные по крупицам сведения позволили отразить спортивную историю муниципалитета во всей ее многогранности. Она называется летопись славянского спорта, она как историческая энциклопедия. Там факты, там то, что было, там нет закатов, рассветов, там есть история спорта, есть история краевая, есть мировая, откуда эти виды спорта, как они к нам приехали, кто стоял у истоков развития различных видов. Действительно очень много сегодня видов спорта в Славянском районе, там 24 федерации, они все динамично развиваются. Сегодня 8 базовых видов спорта, которые, ну действительно, и то, что 21 год, а я считаю, комплексная спортограда, это показатель. Вы занимаете первое место в Славянском районе, это вместе с вами, это по 12 видам зачет. На презентацию пришли представители нескольких поколений славянского спорта. Они вспоминали, каким трудом давались им их достижения и радовались за современных молодых спортсменов, которые продолжают славные спортивные традиции. Глава Славянского района Роман Синеговский вручил автору книги благодарственное письмо и сказал ему спасибо за его самоотверженный труд. Каждый из приглашенных получил в подарок эту прекрасную книгу. Спортсмены, тренеры, главы поселений, представители бизнеса сразу же окружили автора, чтобы получить его автограф. Спортивная летопись Славянского района написана, и она обязательно будет продолжена. Это лишь начало пути к новым спортивным победам славянских спортсменов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».